Так, чтобы мама жила здесь. А я ему благоустроенную квартиру. У меня мужа, полковник. Мы жили хорошо, к пенсии все собрали. Денежки покупали, потихоньку покупали. Это была ваша квартира, и вы оставили сыну? Да, я оставила, потому что я не оставила, он меня выгнал. Он меня избивал, я вынуждена была уйти. Клянусь вам. Так и как вы заходите сейчас? Как вы заходите в квартиру сейчас, если он... Сейчас нету их. Он знал, что я должна приехать, суд заканчивался. Я же судилась с ним. Суд заканчивался, он чувствовал, что я выигрываю. Первый раз я выиграла. Все. Но я боялась сюда зайти. Даже. Я уехала то к одним знакомым, то к другим по городу. Там два месяца проживу, там два месяца. Вот. И теперь вы выиграли суди, и квартира возвратилась вам? Я еще не выиграла. Это только мне еще надо предстоит еще выиграть раз. Потому что они от страха, что они натворили тут, они сбежали. И говорят даже соседи, что в Москву уехали. Следы закрыли все. Сначала невестка уехала, она была парикмахер. И они уже в суды не приходят? В суды не приходят уже? Нет. Или у них есть адвокат? У них? Они уехали вообще на жительство в Москву. Понятно. Они уже, наверное, года два с лишним. Я уже здесь 10 месяцев. А 12 даже уже будет. Вот. 12 месяцев живу. И хорошая квартира. Мы с мужем построили этот шкаф, чтобы было нам хорошо, удобно. Все. И вот, смотрите, сюда, посмотрите. Тут ничего я не увидел. Но что он сделал, видите? А почему нету света? Потому что он обрезал все. Ага, понятно. Он абсолютно все обрезал. Сын. Да, сын. У вас единственный сын. А? Единственный сын. Нет, у меня есть сейчас, но тоже не в Кишиневе. Я вот так вот одна зипрозебаю. Я здесь 44-го года жила. У меня 7 лет было, когда мы приехали сюда. Здесь тетя жила еще до, ну не до революции, будем говорить, ну еще в те времена. И она говорила, что здесь тепло, что здесь хорошо в Молдове, приезжайте. И мы еще в Нигово приехали. У меня отец тоже служил в органах. И мы приехали сюда. Вот это теперь посмотрите. Так и вы сейчас на кого жалуетесь? На сына? На сына? А на кого? Понятно. Ну, если это он мне вытворил, на кого я скажу. Понятно. Это только он мог такое. Я даже не ожидала от него. Я его выучу, дала его высшее образование. Военное, правда. Как его зовут и как вас зовут? А? Как вас зовут и его? Его Валерий зовут. А меня Тамила. Тамила Ивановна, если хотите. Идемте, посмотрите здесь. Так там уже ваш дом. Здесь квартира оставлена им. Сделала, сделала все, чтобы было. Даже ободрала бои, видите. Понятно. И здесь, и там, и все. Ничего не оставил для меня, чтобы хотя бы человеческое что-то было. Видите, сюда. Вот что-то тут. А, халат, это я думаю. Ну, мы с ней... Вы все время были верующие или стали... Верующие все время были или стали сейчас? Не поняла. Верите в Бога. Все время... Вы знаете, я не очень верующая была вообще-то, по-честному. Ну так. Вот. Но все равно какой-то хочется поверить, чтобы было хорошо. Из-за страха или... Вот мой телевизор единственный остался. Работает. Все продал. Ой, где-то фотографии. Работает телевизор? Нет, нет уже света. А, во всем доме нет? Во всей квартире нет. Ого. Вот идите сюда, посмотрите. Вот. Та комната, что я была... Видите, мебель была. Да, было красиво. Мебель. Все было хорошо, красиво. Ой, ну там невестка паршивая была. Так вы нас пригласите, когда еще суды будут, и мы посмотрим, что суд решит. А? Суд, когда еще будет, пригласите. Когда суд будет? Угу. Я даже не знаю, что... Вы знаете, не знаю. Я так устала от этого суда. Бесполезный. А сейчас... Ну нет их вообще. Угу. Я ходила вчера к адвокатам еще советоваться, я скажу, на неделю прийти. Что-то, может, будем говорить. Угу. Вот, видите. Семья. Счастливая семья была. Вот это я, это мой муж, подполковник. Это наши тоже друзья, его эти самые... сослуживцы. Понятно. В министерстве там работал, в центре. Вот. И вот он сам. Посмотрите. Такой молодой, красивый, да? Генерал? Вот этот. Или подполковник? Да, был майором. Угу. Даже подписывал 70-й год. Здесь написал 77-й, что ли. Вот здесь подполковник. А это мой отец. Он тоже в органах служил.